Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. Кто перед вашими глазами? Это доктор Уэром. Да, вот про него я читаю и вообще все, что связано с питанием, с онкологией и так далее. Давайте в окно будем смотреть. Я сейчас наведу на свое озеро, вот у меня из окна, сразу мое озеро. У меня обильный орех сейчас цветет и он закрывает все озеро, но это хорошо, потому что у меня все зеленое, красивое. Так, а я люблю на водичку смотреть утречком. Вон там птички резвятся, вот так вот, где-то рыбка выпрыгивает, красота. И вот доктор Уэром, он меня очень заинтересовал, почему, потому что этому доктору 103 года. Вот я о нем читала, думаю, надо обязательно поделиться, потому что его сердце в полном порядке. Зовут его Эл Свор Уэром. Это бывший кардиохирург, он живет в городе Лома-Линда, штат Калифорния. Это одна из пяти так называемых голубых зон мест, где люди в среднем живут дольше, чем остальное человечество. Запомните, Лома-Линда, штат Калифорния. Здесь очень много вегетарианцев, и сам доктор Уэром, он приписывает свое удивительное, вот эти вот, ну, скажем так, свое долголетие, да, и здоровье, прежде всего, диете. Он веган. Вот меня спрашивают, веганы, что вы знаете про веганов? Ну, вот я знаю одного, и, конечно же, вам о нем пишу. Я не являюсь веганом, но вот доктор Эл Свор Уэром, поскольку он врач, он меня заинтересовал. Простые, как бы, люди, да, смертные, это прекрасно, замечательно. Но вот меня интересует точка зрения специалиста и его собственный пример. Никогда сидит доктор, у которого вес зашкаливает, букет болезней, под глазами синяки, и выглядит он, скажем так, не совсем, как хотелось бы увидеть, и он мне будет советовать, да? Конечно, нет, я с такими докторами ничего общего не имею. А вот такой вот доктор, как Эл Свор Уэром, вот он веган, и не ест никаких продуктов животного происхождения, вот уже больше 50 лет. Можно сказать, что я от природы был склонен к вегетарианской диете, он так говорит. Мои родители были фермерами, и недостатка в мясе у нас не было. Мне просто никогда не нравилась животная пища. Может быть, я ее переел. Когда я полностью отказался от нее, то сначала беспокоился, достаточно ли получаю питательных веществ. Но потом я обнаружил, что можно просто принимать витамин В12. Хорошо, но я ему скажу, вот тут вот, что дорогой доктор Эл Свор Уэром, поскольку вы сын фермеров, и как вы говорите, вы переели мясо, то ваши кости, ваша мускулатура с самого детства уже напитана тем витамином и теми микро- и макроэлементами, которые нужны. И у вас сформировалась уже и костная система, и мышечная система, и все органы, и все такое прочее. А теперь, после какого-то определенного времени, да, человек вообще должен всегда уменьшать свою дозу. Чем старше, тем меньше питания человек должен потреблять и больше воды пить. Вот и все. Это я тоже однозначно знаю от профессора Нюмы Вакина. И вот доктор Уэром, кардиохирург, и повидал на своем веку, конечно, много сердец. Он рассказывает, что лет 50 назад вместе с группой хирургов ездил выполнять открытые операции на сердце в азиатские страны. И обнаружил, что там болеют совсем по-другому. Мы оперировали в основном пациентов с врожденными пороками сердца. Случаев ишемической болезни нам почти не встречалось. Это болезнь развитых стран. Стоит ли говорить, что местные жители ели в основном растительную пищу? Элсворт Уэром говорит, что бич богатых стран повышенный холестерин. И если бы люди вняли его советами и отказались от мяса, то ишемическая болезнь сердца вообще исчезла бы. Представляете? Стоит к нему прислушаться? Конечно, стоит. Конечно, стоит. Я прислушалась, и поэтому я с вами делюсь. Я максимально уменьшила вообще-то мясо в своем рационе. И кто заметил, то понимает, что я не ем мясо. Я практически не ем мясо. Я ем рыбку. Могу индюшатину с курочкой. Все. Это самое такое. Но и бывает там 2-3 раза в году, когда мы едем в армянский ресторан, и там готовят. Но опять-таки мы можем выбирать телятина, баранина. Там вы можете выбирать. Что еще он интересного пишет? Он говорит, если ваш уровень холестерина ниже 140, то от неприятностей сердцем вы практически застрахованы. А главный фактор, который повышает холестерин, это насыщенные жиры. То есть почти все животные жиры. Вот в чем дело. Некоторые ученые обнаружили, что и животный белок влияет на уровень холестерина. Так что даже если вы пьете обезжиренное молоко, это не делает его полезным. Но он не знает одного «но». Он не знает волшебные свойства, бактерицидные, антисептические и прочие. Козьего молока и кисломару лочных продуктов. Поэтому здесь мы с ним чуть-чуть и расходимся. В плане красоты. Морщинок все-таки у него много. Ну да, ну конечно, вы скажете, ему же 103 года. Да, да. И вы знаете, что Уэром признает, что для снижения уровня холестерина хороши физические упражнения. И он занимается регулярно пробежкой и зарядкой. Но если вы едите много жирной животной пищи, вам никакие упражнения не помогут. Удавалось ли ему склонить своих пациентов к отказу от животных продуктов? Давайте послушаем, что же он нам говорит. Я цитирую его. Когда я был практикующим врачом, я пытался рассказывать пациентам, что животная пища не приносит им пользы. Но человек должен быть готов пойти навстречу в этом вопросе. Очень трудно говорить человеку, который привык есть мясо, что вы собираетесь лишить его привычных блюд. Еда это чрезвычайно болезненная тема. С людьми можно говорить о чем угодно. О пользе спорта, расслаблении, правильных психологических установках. И они с вами соглашаются. Но заговорите о том, что они любят, что они едят. И обнаружится, что люди очень чувствительны в этом вопросе. Словно зомбированы. Если пациент готов меня слушать, я объясню, почему растительная пища полезнее с научной точки зрения. Вот так вот он же сказал. Доктор Уэром говорит, что любые пищевые пристрастия человека, приобретенные любые, кроме вкуса грудному молоку, это врожденное. Это означает, что если родители будут с самого начала кормить ребенка правильно, он полюбит здоровую пищу. Но даже пожилые люди, такие, как я, говорит он, могут изменить свой вкус. Например, некоторые едят слишком много соли. Без соли пища кажется им пресной. Но если каждый день понемногу уменьшать количество соли в пище, человек в итоге не заметит разницы. Пищевые привычки можно изменить примерно за три месяца, если вы этого захотите. Это его утверждение. Правильность своего подхода доктор Уэром подтверждает собственной жизнью. И мне он является примером. Сто три года. И быть здоровым, и хорошо себя чувствовать. Хотя сетуют, что некоторые члены семьи не желают следовать его советам. Но вы знаете, нет пророка в своем отечестве. Я вам скажу, что и у меня, вот я рассказываю, показываю все. У меня муж, он следует. И то он все равно имеет пристрастие периодически к сладенькому. Так же и сын. Вон, сейчас посмотрите. Ходит в беседке вон там вот. Вон он, что-то высматривает. Что-то изучает. Вон он, загорает с утра. Что-то он там увидел. Что-то он изучает. Все, убежал. Все, убежал. Ну, а мы, а мы на озеро. Вот там как раз уточка появилась. Давайте посмотрим. Вот он, крейсер Аброра. Что тебе снится? Так. Сейчас я наведу. Вот она. Она сейчас на гнезде. У них семьи. И скоро-скоро-скоро мы увидим. И выходят они изредка покушать и спрятаться. Поэтому сейчас реже мы видим уточек. Вот так вот. Так что чувствительно в этом вопросе. Мои мальчишки. Как только убираешь от них полностью сладкое, все, начинается возмущение. Поэтому приходится чаще печь шарлотку. Там больше яиц, меньше вот этой всей ерунды. Если пациент готов, говорит, принять это, то он избавится от лишнего холестерина и, конечно, будет здоровее. Вот так. Итак, пищевые привычки можно изменить, он говорит, примерно за три месяца, если вы этого захотите. Три месяца всего. Представляете? Конечно, его жизнь, она и является мне примером. Он вышел, кстати, на пенсию в 95 лет. Вообще интересно. Вот в западных странах люди всю жизнь работают. Всю жизнь. И выходят на пенсию очень поздно. И вот он говорит, что я, говорит, вышел на пенсию в 95 лет. Можете себе представить? То есть, насколько здоровый этот человек. И хотя, говорит, коллеги уговаривали его остаться, то есть он еще чувствовал себя вполне прилично. И мог остаться. Хочу навести на уточек, чтобы мы видели, чем им там занимаются. Вот так вот. И он говорит, что я мог бы и сейчас работать. Представляете, 103 года. Я могу делать все, что делала раньше. Руки у меня не дрожат. Он же хирург, вы понимаете, да, о чем я говорю? 95 лет человек еще делал операции. Оперировал. Такое возможно в западных странах. У нас выгоняют, знаете, как метлой. Все. Раз, 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 все. А он, говорит, руки у меня не дрожат, суставы не болят, равновесие не теряю. Просто, говорит, я решил, что пора проводить больше времени с семьей. Ну, вот видите, во сколько он решил. 95 лет. Такой интересный доктор. Доктор Уэром ведет активный образ жизни. Он водит машину, представляете, в 103 года. Занимается садом. Ну, как? Американцы очень любят заниматься садом. Это нужно делать. Это такая своеобразная терапия. Это я по себе знаю. А еще когда твой сад на берегу вот такого волшебного озера. Это йод. Йод там у нас. И что он делает? Он сам стрижет кусты. Он сам их окучивает. Он газон держит. Вы знаете, газон очень тяжело на самом деле. Вот соблюдать его зелень. Стрижку делать постоянную. Расчесывание. Вот это вот все. Это не так просто, как кажется. Его собственное сердце в порядке. А также и остальной организм. Так он говорит. Вот давайте представим, что человек... Сейчас мы еще раз на него посмотрим. Вот он. Я вот покажу вам его. Вот он доктор Уэром. Вот я читаю о нем. И написано. Видите, что глядя на доктора Уэрома, как-то не скажешь, что ему перевалило за 100. Вот такой красавчик. Хирург. Кардиохирург. Это еще один из профессоров. Это еще один из примеров. Феномен, который феномен, который я изучаю. И благодаря вот таким вот людям, вот таким докторам. Я не знаю пример доктора, кроме Ниумы Вакина, который дожил до 90 лет, в принципе, в полном здравии. Последний год его подкачал, но это все на нервной почве. Это просто говорит о том, что все-таки духовное, если у него еще было бы подкрепление такое, знаете, он говорил, я верю в Бога. Я вот, к сожалению, в таком возрасте уже понял, что Господь Бог есть, как врач понял, что Он есть. Если бы я это раньше понял, говорил он, у меня есть видео. Много чего бы он. И он бы мог спокойно жить и за 100 бы перевалило, если бы еще не отравляли жизнь окружающей. И он умел бы этому противостоять, я имею в виду, посредством духовности Божьей силы. Это все возможно. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Будьте здоровы. Вот такая вот у нас красотища сейчас. А я еще хотела показать вам свой орех. Он у меня уже раскрылся. Посмотрите. Такой. Вот так вот у меня с этой стороны сад красавиц, конечно. Просто красавиц. Уже все отцвело. А, нет, у меня сейчас, знаете, что цветет? У меня все время что-то цветет. У меня сейчас цветет черемуха. Вот она у меня прям под яблоней. Видите? И еще что-то цветет. А, еще у меня... Еще у меня калина цветет. Черемуха цветет. И бузина. Да. Три куста у меня. Вот черемуха. Черемуха у меня дерево. Кстати, очень красиво цветет. Черемуха белая. Что ж ты наделала? Посмотрите, какая она красивая. Вот черемуха цветет. Бузина цветет. И калина цветет. Рэма вон там вот дурака валяет. Что-то она там выискивает. Что-то она там... Хозяйка. Хозяйка. Вон она пошла в цветы. Что-то она там находит. А там моя перевернутая табуреточка я перевернула. Там сидела, убирала траву. Но еще не все убрала. Вот она тут лазит. Ищет ежиков. Ох, она ненавидит ежиков. Когда-то ежик ее уколол. И с тех пор все. Ну все. Не буду вас задерживать. Это уже наши житейские дела. Будьте благословенны. Вы и ваши близкие. Пока-пока.